МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. 2013 год в фактах и цифрах. Сегодня на встрече главы республики с аграриями говорили о предварительных итогах работы агропромышленного комплекса в 2013 году и ставили задачи на 2014. Зима – время, чтобы правильно оценить ситуацию, а же весной достойно провести СЕФ и другие сельскохозяйственные работы. Разговор продолжался более двух часов. Галина Титарчук с подробностями. Агропромышленный комплекс для нас является одним из основных приоритетов нашей политики и в идеологии. Есть хозяйства, которые на самом деле в рыночной экономике, несмотря на вступление России в Всемирную торговую организацию, показывают хорошие результаты. Они есть, десятки таких хозяйств. В то же время есть отдельные хозяйства, отдельные руководители, которые, работая лениво, занимаясь хищением определенным, значит, с бухгалтерской службой, доводят до панкротства соответствующее хозяйство. Количество хозяйств, которые применяют новые современные технологии, увеличивается, с одной стороны, но, с другой стороны, я могу отметить, это недостаточно. К примеру, до сегодняшнего момента так и не реализовали инвестиционные проекты в области животноводства в Алатарском, Козловском, Шумерлинском и Урмарском районах. Всего же с начала реализации приоритетного национального проекта развития АПК построено и реконструировано 177 объектов животноводства, в том числе в 2013 году 23 объекта. В планах модернизация свинокомплексов, как это уже осуществили в кооперативах «Луч» Вурнарского района и «Коминтерн» Красночитайского. Приоритетным направлением остается и развитие молочного животноводства. Цена на молоко в этом году поднялась, но и рентабельность с учетом представленных субсидий на 1 литр реализованного молока ориентировочно оценится в 25%. Но, к сожалению, в республике все-таки произошло снижение поголовья крупной рогатства скота более чем на 6% к предыдущему году. Хотя хочется отметить, даже при тех же условиях в Яльском районе, где только за прошлый год было реализовано 5 новых инвестиционных проектов, поголовье только коров в сельхозорганизациях увеличилось на 504 головы. Вот такие задачи должны ставить перед сельхозтоваропроизводителями каждый глава района. Со следующего года правительство страны планирует ввести новые меры поддержки производителей молока в увеличении срока до 15 лет как по новым кредитам, так и по кредитам, привлеченным ранее. Но местным производителям порой очень сложно пробиться в федеральные торговые сети, хотя качество наших товаров выше, чем привозных. Об этом свидетельствуют результаты многих проверок, регулярно проводимых Роспотребнадзором. За 2013 год на показатели фальсификации исследовано более 200 проб молочных продуктов, в том числе 119 проб производителей Чувашской Республики. По результатам исследований не соответствовали требования норматива 23 пробы, то есть 10,5 процента, в том числе только одна проба производства предприятий Чувашской Республики. Если подсчитать проценты, получается, что удельный вес фальсифицированной продукции производители других регионов составляют 22%, а производители Чувашской Республики менее 1%. Аналогичная ситуация складывается по другим группам пищевых продуктов. В своем выступлении Сергей Павлов отметил, что Чувашская Республика уже третий год активно участвует в конкурсах экономически значимых программ. В прошлом году три целевые программы были поддержаны Минсельхозом России. В этом году на конкурс представлено семь проектов. В частности, в декабре 2013 года программы по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм вновь прошли конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства России. И работа под данным направлением будет продолжена, заверил министр сельского хозяйства. Рассмотрение заявок и отбор участников проводит специальная республиканская комиссия, которая определяет сумму гранта. Максимальный размер его – 1 миллион 100 тысяч рублей. Как и в прошлом году, руководством планируются выезды в муниципальное образование. С тем, чтобы уже на местах обсуждать, что удалось и не удалось сделать. Оценить внутренние резервы. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Как показывает статистика, пожаров в республике меньше не становится. С начала года зафиксировано более 30 возгораний. В огне погибли 7 человек. Какие меры необходимо предпринять, чтобы изменить ситуацию? Об этом сегодня шла речь на совещании с главами администрации районов. Новогодние праздники у нас. За одну ночь 4 человека потеряли, 9 пожаров. То есть ситуация может подняться, если мы меры со своей стороны не будем принимать. Бани горят. Прошлые выходные практически 7 пожаров, да? 7 бани горело. А что еще за сутки-то? Видите, как? У нас ситуация такая. Конечно, безответственно, самих людей. Печи там, дымоходы, употребление, курение и ряд других вещей. Вы это тоже знаете. Сколько ни рассказывай людям о правилах пожарной безопасности, по-прежнему находятся те, кто их игнорирует. Непотушные сигареты, неправильно устроенные печи в банях и неисправные приборы. Это самые частые причины возгораний. В прошлом году в республике произошло более тысячи пожаров. Погибли 90 человек. Подсчитали экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций. Он превысил миллиард рублей. Засуха, паводок, взрыв дома в поселке Тувси. Часто люди погибали из-за неправильного обустройства газовых колонок. Только осенью произошло шесть подобных случаев. Их виновниками признавали хозяев квартир. Необходимо сделать ставку на профилактику. На совещании представили антирейтинг муниципалитетов, где ее проводят недостаточно эффективно. В список попали шесть районов. А в 105 поселениях Чувашии по-прежнему не обустроили пожарные водоемы. Ситуацию необходимо изменить. Главы администрации в этом должны быть заинтересованы. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Уже упомянутое ЧП в поселке Тувси произошло ровно год назад. 15 января 2013 года. Тогда из-за мощного взрыва бытового газа в одном из многоквартирных домов почти 50 человек остались без крыши над головой. Трагедия случилась по вине одного из жителей дома, который обогревал квартиру газовой плитой. Вопреки технике безопасности он закурил сигарету. Его халатность привела к гибели двух человек. Сегодня в Тувсе о тех трагических событиях почти ничего не напоминает. На улице, где произошел взрыв, обустроенный двор, новая дорога и тротуары. В сентябре 2013 года 18 мед праздновали новоселье. Пересадить чиновников в отечественные автомобили, заставить владельцев животных убирать за своими питомцами или даже отменить транспортный налог. Пока это только инициатива, но именно от вас зависит, воплотятся ли они в жизнь. Подробности прямо сейчас. Тройное wroy.ru в расшифровке российская общественная инициатива. Еще весной в Рунете появился специальный портал, где россияне могут высказывать свои предложения по вопросам развития страны и управления государством и голосовать за либо против уже предложенных инициатив. Предлагать можно как на уровне региона, так и страны в целом. К примеру, сделать 31 декабря нерабочим днем или переименовать ту или иную улицу. Однако сделать это может далеко не каждый интернет-пользователь. Что необходимо для того, чтобы подать общественную инициативу? Во-первых, возраст гражданина должен быть от 18 лет. Это должен быть гражданин Российской Федерации. Также гражданину необходимо иметь личный кабинет на портале госуслуги.ру. Такой возможностью жители Чуваши уже пользуются. На данный момент от нашего региона поступило 17 предложений. Граждане Чувашской Республики предлагают ограничить продажу спиртосодержащих лекарств в аптеках. Ввести запрет на уплотнительную застройку, например, тоже. Это инициатива граждан нашей Республики. Что ж, помочь в управлении государством жители Чуваши могут, а вот родной Республики, увы, пока нет. Дело в том, что инициатива считается поддержанной и проходит на рассмотрение в специальную организацию при определенном количестве «за». Так, на федеральном уровне предложение должно набрать 100 тысяч голосов. Ну а региональный вопрос – определенный процент от количества жителей региона. Для Чуваши это 5%. У нас зарегистрировано на портале госуслуг, то есть конкретно в ЕСЕ, чуть больше 41 тысячи жителей. Значит, мы говорим о том, что 5% – это чуть больше 60 тысяч. То есть мы на данный момент, даже если все зарегистрированы, одновременно проголосуют за одну и ту же инициативу, мы не получаем те самые необходимые минимумы в 5%. Таким образом, любая инициатива, касающаяся Республики, может быть нереализована. До тех пор, пока не найдется еще приблизительно 20 тысяч сознательных граждан, которые решат зарегистрироваться на портале. Ольга Прычкина, Олеся Русакова, Сергей Рябчиков. Республика. С 1 января этого года в Чувашии родители, не выходя из дома, могут поставить своего ребенка в очередь в детский сад и отслеживать, как она продвигается через единый портал государственных и муниципальных услуг. Татьяна Трофимова встретилась с родителями, которые одними из первых воспользовались этой услугой. Маргарите еще нет и месяца, но она уже стоит в очереди в детский сад. И сделали это ее родители новым способом – воспользовались электронной услугой. Она позволяет оставить заявку сразу в 5 детских садов, выбрать подходящее учреждение для ребенка. Третья страничка – свойства заявления и требуемого образовательного учреждения. Зачисление первичное. Режим пребывания полный. Программа. Любая или примерно основная общеобразовательная программа от рождения до школы. В очередь можно встать с момента рождения ребенка, но с учетом предполагаемой даты, когда родители планируют отдать малыша в детский сад. Страница пятая. Свойства комплектования. Предлагать места в ближайших детских садах. Предлагать. Указать желаемую дату поступления ребенка в детский сад. Когда мы пойдем в детский садик? Это в сентябре какого года? 2015. К заявке в интернете к тому же необходимо прикрепить и электронные версии документов. Паспорт родителя – свидетельство о рождении ребенка. Получается, если нет электронных версий документов, то придется идти, наверное, в МФЦ. Но у нас есть. Взяли документы, сфотографировали их на фотоаппарат. В МФЦ или отдел образования придется обратиться и тем родителям, у которых под рукой нет интернета. Тем, кто уже стоит в очереди на детский сад, на сайте регистрироваться не нужно. Екатерина отзывается о подобной услуге положительно. Мне понравилось, потому что, во-первых, для того, чтобы пойти в районную администрацию и зарегистрироваться, нужно попросить бабушку или нянечку, чтобы остались с ребенком, покормить – проблема, сходить, простоять очередь, подать документы, вернуться – все это время. А тут зашла в интернет, зарегистрировалась, и ребенок уже стоит в очереди. Возникают проблемы с сохранением персональных данных, естественно, свидетельство, рождение ребенка, паспортные данные родителей. Эту тему тоже мы будем отрабатывать, решать. Не у всех граждан есть сегодня персональные данные уже где-то в интернет. Но когда-нибудь уже родители будут достаточно ссылку сделать на свой документ. С начала года 122 человека воспользовались этой электронной услугой. На одного ребенка можно подать только одну заявку, но выбрать при этом пять садиков, первый из которых станет приоритетным. Очередность определяется по каждой образовательной организации. И она может меняться, так как на сайте могут регистрироваться дети, у которых есть льготы. После оформления заявки на очередь в детский сад, родителям должны позвонить и подтвердить появление данных на ребенка в базе. На обратную связь может понадобиться неделя. Татьяна Трофимова, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня интернет-сообщество было возбудоражено новостью о том, что в Волге появилась акула. Экзотическую рыбу якобы поймали недалеко от козловки. По информации форума, на связи мужчина от удивления принес улов на работу. А его коллега разместил фотографии рыбы-икс в сети. Татьяна Трофимова разбиралась, как в Волгу мог попасть подобный экземпляр. Это существо вызвало ажиотаж в сети. Посетители форума в недоумении. Кто же все-таки на фотографиях? Что за монстр? Гибрид? Или заселение инопланетян уже началось? Два признака – хвост и поверхность тела – четко говорят нам, что это акула. А специалисты в чудеса не верят. И появление необычной рыбы объясняют просто. То, что касается рыбы, которую поймали у нас в Волге, то по фотографии можно заключить, что это сигалеток, то есть годовалый детеныш акулы. Акулы явно не нашей. Скорее всего, Индийского океана. Скорее всего, содержат в аквариуме различных акул. Многие в Индийском океане отдыхают на Гаа, очень популярное место. Могли там поймать. Ну и в принципе в Москве можно купить акулу детеныша, они небольших размеров, содержатся в аквариуме, она могла там умереть. Ну и шутники могли выпустить Волгу. Выпустить акулу, вообще это, я бы сказал, лучше бы надо все-таки этой милицией заняться. Выпускать акулу вот так вот, да. Это тоже уголовное дело должно быть. Ведь она и хватит сходить, может даже и такая вот. Если претендент был, то могут еще выпустить. Летом тем более. После практически 24-часовых обсуждений в сети оказалось все еще намного проще. По данным форума на связи, сотрудник, который затеял всю эту историю с акулой, подрабатывает на рыбоперерабатывающем предприятии. Туда привозят замороженные брикеты с селью, скумбрией, горбушей и другими, которую солят, маринуют, фасуют. Среди этой рыбы попадается сорная, вроде этой небольшой акулы. Вот он и решил ее взять с собой и пошутить над коллегами. Мол, смотрите, что с утра сегодня на мормышку поймал. Думал, посмеемся и ладно. А тут поверивший в байку коллега вынес тему в онлайн. И понеслось. А когда съемочная группа собралась акулу заснять, сам так называемый рыбак и выкрал ее из холодильника. Не ожидал, видимо, что поднимется такой ажиотаж. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Вот такие новости попадаются в сети. Неудивительно, что жители Чуваши предпочитают более проверенные ресурсы. Опрос показал телевизор, главный источник информации. Чувашский государственный институт гуманитарных наук опросил более 600 жителей Чуваши в 8 городах и 9 районах республики. 90% респондентов в возрасте до 18 лет заявили, что основная часть информации приходит к ним с экранов телевизоров. На втором месте интернет. Оттуда черепают информацию 58,5% опрошенных. Около 57% предпочитают газеты. 47% главным источником информации признают радио. Спортсменов, которые будут в составе сборной стороны бороться за медали в новом сезоне, выберут в Новочебоксарске. Именно там начались тренировки российской команды по легкоатлетическому многоборью. В составе команды более 20 человек, в том числе и представительница Чуваши Кристина Савицкая. Прошедший сезон для сборной оказался довольно насыщенным. На международных соревнованиях неплохо выступили юниоры. Илья Шкуренев даже установил рекорд страны среди молодежи. В этом году на российскую команду возлагают надежды. В феврале они должны выступить на чемпионате и первенстве России по многоборью. Впереди более статусные соревнования и зимний чемпионат мира. Правда, пройти отбор на эти старты будет непросто. Чтобы попасть на мир, нужно попасть в тройку лучших результатов зимы. Это довольно-таки непросто. Это очень сложно, но будем надеяться, что есть у нас два молодых парня. Вот Илья Шкуренев, на них, в общем-то, мы надеемся. Они будут здесь, он будет здесь, и Лукьяненко будет здесь. В общем-то, два человека, которые реально мы планируем, что они попадут. Сразу после нашего выпуска смотрите интервью по существу. Сегодня исполняется три года со дня начала работы Следственного комитета России. Я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!